друзья подписывайтесь на мой второй дублирующий канал ссылочка него будет в описании друзья я открыл интернет-магазин ссылочка него будет в описании проходите и покупайте интересные товары приветствую друзья я остановился в следующем городочке вот уже еду по бельгию здесь друзья вообще жесть полная началась вторая волна коронавируса да еще плюс жара очень дождем никуда не ходил потому что солнце настолько пекло до невозможности лежал пытался тут ветерок поймать вот видите поставил автодом в городочке здесь так тоже солнце было тенёк не нашел поэтому вот хотя бы открывался окошки чтобы немножко хотя бы чуть-чуть продувала здесь вообще кажется друзья здесь без маска ходить запрещено я уже стою сейчас здесь в таком месте здесь никого нет а так вообще здесь штраф какие-то бешеные 250 евро плюс еще комендантский час это после 11 вечера типа заходить запрещено нужно сидеть дома и везде вот эти таблички стоят там в парке везде где-то нарисована маска чтоб то без этой маски ходил очень пипец полный конечно здесь вторая волна началась но я так потихонечку еду вроде так полиции никого не вижу единственно не могу до сих пор воды залить кемпинги закрыты вот на второй кемпинг приезжаю закрыты все вроде они есть в этом сам парк фонайт но закрытого поэтому под этим парковкам вот они сейчас моюсь вот из-за этой чистой воды только которую воду покупаю магазине вот ей так вот споласкивает душ потому что просто вообще жесть тут ничего газ до сих пор селет этот гост газный заказ закончится сейчас не сейчас вот жду тоже не могу найти газовые заправки что-то тоже проезжая мимо заправки в основном здесь бельги автоматически друзья вообще людей почти нету или если там какие-то езди там люди есть то там она в маленьком или в городочке находится то хэм подъехать она там какая-то вся милипуперная в общем так вот жестковато немножко здесь и бельгии что-то пока не понял то ли связи с карантином это все связано непонятно куча мест закрытых вот в общем так вот приходится ехать пробираться сейчас нахожусь в городе хассельс такой сейчас сегодня покажу его сейчас езжу прогуляться я здесь стал в двух километрах от городов одним словом проедусь так что я все уже здесь пошла вторая вала коронавируса закончится вроде так люди ходят в магазине тоже все жестко тоже в масках конечно здесь вообще здесь ассайта 36 градусов точнее даже автодомчик показывал 39 с половиной вообще просто жесть маски идет прям вообще вас как это на на морднике просто все морда вся мыльная это называется в общем весь мокрый и так все эти чушь еще этой маски человек этот намордник или тут без них вообще никуда прям стоит охранник на всех магазинах вот сегодня был в каррифуре любимом каждый оценки здесь в каррифуре просто жестокие вообще все поднято буквально не знаю очень дорогие цены брусселе каррифур по крайней мере в испании я бы он такой более лояльный был как ты чего франции еще во франции как дороже но бельгии что-то вообще все дорого какой-то вообще ценник вообще приподнятый очень дорогие цены здесь вот посмотрел все продукты думан она в лидл заезжать и вальди заправляться потому что что-то вообще поэтому друзья моюсь чистой питьевой водой пока воды воды здесь сложно набрать где-то там не удобно получается очень бельгии пока вот в карантин не знаю еду спокойно вроде хоть и машин друзья друзья очень мало машин прям очень мало едет вот особенно девушка прям видно людей напугали что не знаю не по домам сидят кто-то работает конечно ходит на работу но в общем-то как-то даже я никаких пробок вообще здесь не вижу еду так по деревням большие городочки подаются сейчас в сторону брюсселя потихонечку продвигаюсь завтра меня пригласили вот одно мероприятие здесь познакомился с девушкой и она говорит вот собираемся за 15-20 человек на озере именно русскоговорящих там как бы просто отметить выходные встретиться пообщаться вонга и заодно приходи говорит познакомишься здесь очень одним словом я сейчас так проникаюсь красотами бельгии соответственно интегрируюсь в небольшой русскоговорящие общество здесь вот такие вот друзья нюансы ну буду вам все показывать смотрите видео на канале значит я веду сейчас опять две линии друзья одна линия мое путешествие другое другая соответственно линия это вот именно интервью интервью с людьми я думаю ближайшее время вы все узнаете о бельгии о каких-то нюансах ну соответственно страны русскоговорящих наших иммигрантов которые расскажут о своей жизни как им здесь нравится не нравится как сюда иммигрировал кто как приехали вот уже сейчас растет поколение людей которые в общем-то русскоговорящие еще русский язык знают но они уже здесь лет 25-25 прожили и в общем-то уже по сути дела интегрируются же европейского общества получается так вот здесь уже сейчас растет такой прям уже вот люди которые сюда приехали в 90-х там в конце 90-х начале двухтысячных вот уже их соответственно дети которые были не маленькими они здесь уже полностью там университеты закончили уже работают и в общем-то уже интегрировался в общество вот и соответственно постараюсь взять интервью с ними заходу в городоке хассельс город вот вечерок немного солнышко спало вот кстати то что друзья мне нужно сейчас уже как раз постираться интересно какие здесь цены сейчас посмотрю какие цены были сюда что приехать надо постираться будет так что-то пока тут непонятно сушилки кофе вот эта песня мне нужна в центре города прям так 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 вот платно ладно пойду разберусь потом так 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 пока цены не понял я здесь наверное здесь все на табло есть вошь сервиса друзья такие хорошие город хассель небольшой городок где проживает около 70 тысяч человек это столица провинции лимбург до 1 3 19 столетий провинция занимала гораздо большую территорию охватывая часть современной бельгии и голландии столица лимбурга на тот момент являлся мастрихт когда бельгия получила независимость лам лимбург соответственно разделился на несколько частей административным центром бельгийской провинции стал город хассельд интересный факт в 2004 году городок получил звание самого дрожжу любого населенного пункта во фландрии хассель всем своим видом напоминает старинные средневековые поселения город находится на берегу реки демар и занимает территорию чуть больше 102 километров квадратных примечательно что население свободно общается на трех языках гирландском немецком французском хассельд является важнейшим транспортным узлом на карте бельгии здесь проходит трасса е-313 соединяющий город с европой железнодорожные линии из хассельда расходятся в четыре стороны несомненно это способствует увеличению туристического потока и вот друзья здесь начинается основной центр я выключаю свой самокат и иду прогуляться и вот смотрите здесь за не такой тестов индии такое красное красивое люди сидят что так все в масках ходят но в кафе сидят без масок такая здесь опять вторая волна красивый центр образовался город хассель в седьмом столетии название населенного пункта означает ореховый лес к 2012 веку населенный пункт бельгии стал богатейшим городом городство лон и занимал территорию соответствующей площади современной провинции лимбург на протяжении 400 лет поселением управляли епископы льерские кардинальные перемены происходили в хасселе в 1794 по 1830 годы за это время в город в городе провели французы немцы и голландцы правили в начале 19 столетия произошла одна из значимых битв и в бельгии во время которых бельгийцы отвоевали независимость от нидерландов спустя 9 лет хассель стал главным городом провинции бельгии рассвет хассельта пришелся на 19 век когда на его территории строится железная дорога открывается производство легендарного алкогольного напитка в 1940 году в бельгии открыт альберт канал который способствовал развитию промышленного комплекса в 1971 году начал свою работу городской университет город хассель примечатель скоплением храмов церквей базилик большой интерес вызывает крупнейший на территории европы японский сад и музей джина интересная записанная достопримечательность хассельта расположен в 2,5 лектаров земли недалеко от парка капермолин в северо-восточной части города бельгии высажены четверть тысячи японских вишен японский сад подавлен бельгийскому городу японским городом побратимом итами японский сад хассельта оформлен в классическом стиле который используется в стране восходящего солнца в 17 веке сюда приходят для уединения и успокоения сад создавали на протяжении семи лет здесь регулярно проводятся красочные мероприятия о жизни японии а в апреле можно насладиться цветением всех вишневых деревьев если вы хотите посетить чайную церемонию необходимо заранее зарегистрировать место в том числе Субтитры создавал DimaTorzok 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 Другая машина проехала У них тут вообще все жестко Штраф 250 евро мне сказали здесь Если ты не в Москве идешь Поэтому друзья вот она началась вторая волна В Бельгии уже во всю идет Так что пошел процесс Не знаю когда там в России Может в сентябре начнется В Испании тоже видно вторая волна уже пошла Поэтому процессы всякие пошли уже такие Вот так что Ну с режимом пребывания я понял Можно здесь оставаться Потому что все туристические визы продлеваются Я могу здесь спокойно находиться У меня виза до 22 года До ноября Поэтому туристическая Поэтому я думаю можно спокойно По ней здесь жить И без разницы чего Ну в Бельгии не знаю сколько у меня осталось Здесь может неделя, может две Здесь буду еще в Бельгии А потом наверное заеду в Голландию Ну может быть чуть-чуть Франции цепану Немножко там будет у меня город Лиль по пути Прямо рядышком Хочу немножко Францию конечно посмотреть Что хочу сказать Вчера вот этот погулял по городу Хасселю Или Хассен его называют В общем я покажу вам на точке Точку его Это город Друзья очень мне понравилось Конечно город просто сказочный Там такие улочки красивые конечно Тут у них вообще бытовуха налажена Магазины супер Цены бешеные конечно в магазинах Еле нашел там какой-то лимонадик Там до одного евро 85 центов какой-то там лимонад Апельсиновый был А так вообще попить хотел Все очень конечно дорогое Все очень дорогое Цены бешеные соки дорогие Очень такие натуральные Очень много всего Конечно у них здесь друзья очень крутая выпечка Очень крутая Но дорогая Ее надо брать только со скидкой 30% Этого по вечерам Потому что она более-менее Конечно выделка здесь офигенная такая Вообще все так натурально Даже любимую мою сластюшку Панакоту я нашел био Био вообще конечно вкусное Очень конечно они круто делают Калифурт здесь отлично Отличный магазин Но цены такие прям просто жесткие Очень дорого здесь конечно вот Поэтому только со скидками здесь брать Это надо только к вечеру Вот сейчас заглянул в магазин Lidl Пока вот Калифур Калифур был только вот этот Интермаши Мне очень магазин нравится У них тоже очень классный Ну блин дорогие они все конечно здесь Вот И город вообще конечно друзья Очень много таких Классных современных вот этих вот домов Такого типа отельного типа Такого клубного вот этого Конечно очень красиво они сделаны Там везде стоят столики на балконах Вот я вот показываю уже конечно Мне очень я вчера покатался по этим райончикам Даже здесь на самокате Очень удобно Правда никого на самокатах не видел друзья Не знаю то ли здесь какой-то закон запрещено Кто-то мне в комментариях он написал В Германии говорит вообще Типа самокаты вообще запрещены Там где-то в каких-то местах Что-то такое Штраф какие-то бешеные Просто говорит Я еще на полицейского не нарывался Но я вообще видел в Германии Я ездил на самокатах Там ребят с такими же самокатами У них номера сзади Но мне для чего номер сделал в Германии Потому что я вот уже в Бельгии получается Я тут по разным странам Я думаю номера получать смысла нет Но пока я никаких полицейских не видел Пока не знаю Вот вчера сидел Мне сказали маску одеть Полицейская машина проехала Около меня стоял мой самокат Вроде бы ничего мне такого не Ну по самокату мне ничего не сказали Не знаю Пока катаюсь на бум Непонятно здесь В каждой стране свои законы И сложно все их полностью знать Ну и бояться тоже там Смысла не вижу такого прямо бояться Все равно здесь даже если что Ты только нарушаешь Какие-то моменты большие Все равно здесь просто предупредят Хотя бы и все Потому что не вот сразу Так жестко страф Ну как я понял люди которые здесь Как они объяснили Долго проживающие Бельгии Люди русскоговорящие Кто здесь очень долго живет Они очень законопослушные Поэтому здесь все четко правильно А кто здесь так вот не очень долго Вот они тут имеют и Строительные фирмы И работа по черному есть тут И все остальное есть В общем вот так вот здесь Кто не сильно боится Одним словом каких-то требований А так конечно здесь Люди все законопослушные Все четко Понятно Вот такое проживание Вот сейчас я нахожусь Друзья здесь В земле В бельгийской Где язык голландский Вот здесь Вот здесь вот буквально 20-30 км уже будет Вот город Льеш Это уже будет французская зона Вот Но вот здесь голландская зона Голландская зона будет лучше Здесь потому что Даже есть интеграция Представляете Здесь есть бесплатная школа Где вас могут просто интегрировать Там Расскажут все законы Там на русском языке Например Что здесь вообще в Бельгии есть Там Вот именно здесь голландская зона Здесь такие вот бесплатные школы Есть Интеграции В законы Вот полностью Как здесь правильно жить Что здесь делать Вот здесь все это есть Голландская зона Голландская зона Она более богаче такая Чем вот французская Ну вот сейчас вот Дальше буду ехать Посмотрю Как что будет Поэтому пока вот здесь Так вот интересно У меня в общем Путь потихонечку лежит До Брюсселя Сегодня вот встреча Не знаю сколько там На жаре Можно будет выдержать Наверное я очень быстро Оттуда убегу Ну посмотрим Сейчас мне еще два с кем-то надо доехать Друзья До сих пор еду без воды Потому что залить больно негде Кемпинги закрыты Вот здесь стоянка Была нарисована Что вода есть Прокатился на самокате Вокруг Нигде ничего нету Значит буду сейчас ехать по заправкам Буду на заправке смотреть еще раз Конечно здесь что-то вообще с этим делом очень сложно Газ вот у меня пока еще не закончился Только холодильник работает на нем Вот сейчас не знаю Если газ закончишь Тоже пока не могу залить Потому что пока газа не вижу Еду на заправку Не вижу газовых заправок Есть они здесь нет Не знаю даже Вот пока вот такая вот ситуация Как что будет не знаю Опять моюсь из-за бутылки Просто наливаюсь Чистой питьевой водой Вот такой вот Здесь я в Карифуе нашел там 5 литров за евро Евро 10 стоило Да вот здесь такое Потому что в Германии вообще Воды сложно очень найти Только в бутылках все И их надо сдавать Здесь тоже гляжу аппарат ставит сдачу Но я пока еще не разобрался в этом Вон беру вот эти 5 литровые канистры Вот так вот Поэтому в общем тут Непонятно Сейчас в Лидли посмотрю Как здесь что будет Вот друзья Вот такая интересная информация Город конечно Вот этот Хассель Мне очень понравился Я впечатлил Вчера покатался на нем По нему просто конечно Очень красивый город Вообще прям Бельгия конечно По-своему открывается Тоже знаете Мне очень понравится Францию Вот Франция Вот это Монтпелье город Где вот я был Тоже вот это такие вот Новые районы Они конечно просто сказочные такие Новые районы Очень интересные Я думаю ценники Инвиженные здесь конечно бешеные Наверное в новых домах Ну тоже есть такие вот прям Вижу стоят такие Уровень таких Очень дорогих машин Стоит такой вот прям И люди гуляют Очень много людей сидит в кафе Ну как я знаю Здесь как во Франции Покушать очень дорого стоит Потому что Где-то посидеть в ресторане Это минимально Ты должен полтинник евро отдать С двоих например Вот так вот Потому что цена очень такая дорогая Посидеть в ресторанчике Что-то выпить Но люди сидят Отдыхают И все почти забито Вот Тут такая видна Кто здесь живет Это нормальный уровень жизни В общем-то Посидеть Ну конечно если там зарпата Две с половиной Три тысячи евро Я думаю Вполне это все может позволить Ресторан там И кофе попить Там и что-то еще выпить Поэтому вполне нормально Я конечно еду За этим все наблюдаю друзья И друзья С добрым утром Видите такой кофеек Капучино Этот как называется Карифур По 70 центов Нашел такой Самый дорогой Друзья еще Мне тут какой-то Комментарий написал Мужчина Типа Алексей Что ты тут все цены рассказываешь Что это типа Каждый по-своему Друзья я рассказываю здесь не для того Чтобы Я тут показываю Что тут бедный весь Тут дешево живу Или это Я просто вам расскажу Что вы примерно В ценах примерно представляли Где какой примерно полоса И где какие цены Я для этого рассказываю А не то чтобы подтвердить Что вот именно здесь Для меня дорого Это не брать Я просто рассказываю цены вот такие вот Потому что друзья пока еще Мой мозг до сих пор Работает еще российским рулем Потому что у меня доход с России Поэтому я к сожалению Я еще к евро доходу Здесь не привык И когда я привык Но не знаю Потому что если я получал бы деньги Здесь там 50 евро в день Например там зарплата у меня была Или хотя бы там Ну это как примерно говорю Конечно я тут уже По-другому на это смотрел Но пока еще у меня доход с России И поэтому я Все эти вещи для меня еще Так немножко скажем так Стресса неустойчива Потому что Какие-то вещи дорого И я поэтому Вам рассказываю про цены Не для того чтобы подтвердить Что для меня дорого Это покупать не надо А просто друзья Чтобы вы примерно В разных странах Я очень быстро передвигаюсь Примерно представляли Где сколько что стоит В принципе и так все и так примерно Но разница тут на евро на два Примерно есть И что просто вот при этом Знаете при этом В Бельгии например В голландской зоне Там кофе стоит столько Здесь стоит столько Здесь столько стоит Вот так вот Просто для этого Поэтому не стоит мне Тут комментарии такие писать Вот И вот друзья Видите я тут закрылся Видите открываешь Вот такая вот солнце Тут вообще невозможно сидеть Буквально Компьютер вообще невозможно И приходится закрывать И конечно друзья Я уже сижу Уже немножко обтекаю Я принял душ Уже конечно жара Начинается Вот надо уже ехать на пляж Сегодня думаю купнусь В озере Озер в Бельгии очень много И говорит очень много Голландии Вот Но в основном здесь они есть До моря еще где-то Кем-то 200 Но до моря потихонечку надо До Брюги туда в сторону доеду Потихонечку опять же Думаю на Бельгии У меня где-то наверное плюс-минус Месяц наверное где-то примерно будет Вот Ну в принципе наверное меньше месяца Я думаю И наверное здесь маловато Чтобы так более-менее Познакомиться Со страной Вот Так что друзья Кто вообще кстати друзья Мои видео смотрит Так вот даже каждое видео почти То в принципе через интервью И мои вообще ощущения Вот здесь вот в принципе Вы страну почувствуете Потому что я Почему я беру очень много интервью Друзья Потому что люди передают Вот именно то настоящее Которое вот они есть Которое они проживают Поэтому если вот вы Например о каждой стране Которую хотите будете смотреть Конкретно видео То вы четко будете Знать об этой стране Потому что люди в принципе Состояние передают Я пытаюсь С ними так поговорить Чтобы именно вы почувствовали Это состояние Чтобы они передали вот именно Как они здесь находятся Как что куда Конечно понятно это не сами бельгийцы Но к сожалению у меня Я не знаю Вот я сейчас в этой части Бельгии Я не знаю голландского языка Вот Хоть знаю это в английский Но просто так вот ни с кем более не познакомишься Кстати друзья Не все люди хотят вообще Давать интервью Я вот с кем-то разговариваю И говорит мы не хотим И все вот так вот Поэтому это вообще Не вот прям Все тут выбежали Давай я вам рассказываю Как они тут живут Ничего подобного Кто-то без камеры только хочет например Вот то что вы видите Поэтому не все извините Хотят вот так вот Рассказывать Что где есть Поэтому друзья Так вот в Испании например У меня очень много интервью Кто друзья хотел Переехать в Испанию И прямо почувствовать То я думаю очень многое Если вы посмотрите То вы вполне свое мнение сделаете Вот такие вот нюансы друзья Хорошего дня Итак друзья Едем мы на озеро Называется Деплас Уже время сейчас Где-то 12 Не торопясь Я так собрался Видеоролик Видеоролик успел сделать для вас Еще один про Германию Еще у меня пока осталась Информация Очень много видео Потому что Не успеваю я монтировать Еще надо закачивать В интернет Интернет дорогой Здесь в береге тоже что сложновато Вот только у знакомых У кого захожу Где видео записываем У друзей Вот там в принципе закачиваю Там более-менее нормально В кафе пока Стараюсь не садиться Хочу немножко Бюджет поэкономить А то кофе 2-3 евро получается Минимума там 3 3 Чаще всего Там Поэтому так Не хочется за интернет платить Тем более Пока там с ними разберешься Спрашиваю вай-фай Он говорит Да вай-фай есть Все нормально Он же не знает там Закачивает он не закачивает Пока там разберешься Сядешь Время проходит очень много Чтобы там разобраться Быстрый вай-фай не быстрый Вот стараюсь У кого беру интервью Заезжаю В гостях Там закачивать Так более поудобнее Ну и соответственно Есть конечно такой возможности Буду конечно искать кафешечки Кафешечек очень много Вот так вот по-разному в общем Делаю друзья Вот смотрите Вот еду по окрестностям Видите такая вот Зона машины продает Очень коротко Достаточно богатый Как я понял вообще В Бельгии голландская часть Она побогаче немного Чем такая часть будет Но впереди у меня ждет еще и Французская часть Бельгии Пока вот еду по Голландской части Ну мне очень нравится здесь друзья Очень все солидно Конечно видно что Бельгия богатая страна Здесь все роскошно Посмотрим дальше Вот видите меня ведет навигатор Вот так вот Хорошо очень конечно друзья Вообще конечно друзья Айфон это просто кайф Как он классно работает Это просто сказка Друзья вообще Очень четко все показывает Просто супер Вот друзья смотрите Вот этот мой дом Справа очень красивый Я вот Вчера около него катался Очень классный дом И мы едем там Находится угол озера Два кемпинга Вот надеюсь что В этих кемпингах Надеюсь водички Потому что что-то здесь вообще с этим Очень плохо Сегодня суббота тем более Сегодня магазин работает Но завтра по ходу дела Я вообще Окажусь наверное В замкнутом кругу Завтра вообще ничего работать не будет И вот ребят приехал Вот что-то ехал Три километра от озера Там бесполезно Полиция стоит Не встать нигде Вот доехал Видите такая парковка Вот здесь магазин Альди Потом зайду у него Вот здесь вот Можно паркануться Нормально Видите тут встал какой-то Не знаю что здесь такое Но сегодня суббота Поэтому без разницы что здесь такое Вот И сейчас пойду в магазинчик Плохой раз занял парковочное место Все четко Как прям буквально Подобрал Отлично Поэтому вот здесь сейчас останусь Парковаться И поеду сейчас просто На самокате К озеру Три километра Он мне сейчас Как раз за утро Подзарядится Я вот так вот все делаю Закрываю окошечки Свои вот видите У меня тут бельгийц стоит На бельгийских номерах Я конечно наверное Друзья круто здесь смотрюсь На русских номерах вообще Один наверное здесь такой Мало здесь наверное машины На русских номерах Но ничего Вот видите тут такие кустики У меня рядышком Ненормально Вот И сейчас друзья собираюсь Видите что у меня здесь творится Все заряжается Самокат заряжается Представляете Замок сейчас не выдержал Замок Вот этот ящик прям закрытый У меня вылетел вот так вот Видите он тяжелый У меня тут же Полоин уже из него выложил Вот Сейчас вообще у меня На таком повороте видно Очень тяжелые здесь всякие масла Он даже у меня прям Закрытый Буквально вылетел Оттуда вообще Закрытый даже Вот сейчас постарался Его выложить Видно плохо держится уже Видите Вот так вот сейчас Вот Опа Видите как уже ходит Плохо держится по ходу дела Вот поэтому Думаю Все когда-то Начинает стареть Или ломаться Вот Сейчас еще немножко Самокат подзарядится А то я боюсь не хватит Вчера вообще батарея Наполовину зарядилась Пока Катался Я думаю наверное 8-10 Проехал минимум Друзья И все Автодом оставляю Здесь отдыхать Пока Вот друзья Видите зарядил Специально Веревкой так вот поставил Чтобы на всякий случай Не залезли Хотя вроде здесь все спокойно В Бельгии Но кто его знает И вот друзья Смотрите как я делаю Я ставлю точку Вот Значит у меня тут есть такая Хорошая карточка Называется Maps.me Вот так вот раз Продолжить Вот он находит Где я и нахожусь Вот так вот Перекресток Видите ставим точку Сохранить Все Метка у нас сохранена Получается Сюда друзья я потом приеду Чтобы не забыть вообще Где у меня стоит автодом А то можно так заблудиться Непонятно куда уехать Как я сейчас в принципе уехал уже Видите вот Хасль город где я тут был Где я парковался 17 километров отсюда И все И сейчас я поеду вот на этот озеро Не найдешь нифига Вот оно Вот на это озеро друзья поеду сейчас Вот такое Вот так оно выглядит Там куча машин И сейчас на самокате Дунем туда В общем до него получается у меня Сейчас скажу сколько Оп чух 4,3 километра Нифига себе 19 минут Нормально друзья Так что не близко Вот так вот Ну друзья видите я уезжаю Специально оставляю заряжаться Второй пауэрбанк На всякий случай Потому что один с собой беру Разрядится Вот второй видите У меня заряжается здесь Специально оставляю здесь Вот прям Потому что без них нельзя У меня два пауэрбанка Удобно их менять С собой брать Потому что камеры Разряжаются Бывают интервью такие Что у меня все вообще Разряжается полностью Вот такие вот нюансы Мы на озере А Свет Как озеро называется? Деплас Деплас Да Озеро называется Деплас Друзья Все купаются Водичка такая хорошая Очень теплая Остановка? Да Отлично Вот озеро Деплас Очень много людей Сегодня суббота Все пришли сюда Конечно Конечно Эти тут у меня Сразу самокат стоит Вещи И вот Сейчас пойду друзья Купаться Водичка прозрачная Прям очень чистая Отлично Та Как ты это Интересно Это Та 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова